Ловкость рук и никакой черной краски. Доктилоскопический сканер в считанные секунды выдает имя хозяина пальчиков. Даже по одному отпечатку главное, чтобы сведения об их владельце были в базе данных. Данная доктилоскопия будет помогать не только выявлять преступников, вообще она помогает как, во-первых, вот здесь неопознанные трупы еще раз, во-первых, ну, лица, которые не могут сказать свои данные, да, да, это старые базовки, дедушки, дочек, помогает розыску лиц, пропавших без вести и так далее, так далее, так далее. В областной базе данных порядка двух миллионов доктилокарт. Правда, 35 тысяч отпечатков пальцев с мест совершения преступления еще не установлены. Конечно, доктилоскопия не панацея, и бывают случаи, когда и она бессильна. Чаще всего это все-таки пропавшие люди, которые в силу того, что были найдены в разном состоянии, скажем так, как в том числе скелетированном, мумифицированном. В таких случаях установить личность человека и воссоздать его внешний вид можно лишь по черепу. Он же расскажет о возрасте, национальности и заболеваниях, которые перенес человек при жизни. Для этого в центре работает отдел биологических экспертиз. Благодаря современным технологиям в Самарском ЭКЦ проводят до 46 видов криминалистических экспертиз и исследований. Павел Баймаков, Станислав Левин. События.